Утро на Бобкуле Порт представляет собой такое хорошее, радостное исключение Все жалуются на проблемы, а порт занимается развитием собственных территорий И, например, сейчас ищет инвесторов для развития спилы То есть уникальная ситуация, 450 гектаров площади на левом берегу Даугавы В общем-то не используемые до сих пор И как раз появилась идея чем-то их занять Так что в планах свободного порта на территорию спилы? Да, в этом году мы поставили некоторые приоритеты в связи с развитием порта И одна из них привлечение инвесторов в портовые территории Спилы очень большая территория Одна из потенциалов, которые сейчас используются для коммерциальной деятельности Ну и мы усилняем свои конкурентоспособности При георитетском порту, работая над территорией, которая могла бы быть развита дальше И в этот раз создали такую, я не хочу говорить рабочую группу Но такой принцип, где работает над проектом фактически больше, чем одна организация Ну как бы не только Рыжский порт Там как бы наш партнер тоже агентство инвестиций и развития И вместе мы пересматриваем какие возможности развития бизнеса Ну например индустриальные парки Например легкая промышленность Или промышленность с высокой добавленной стоимостью И работает над тем, чтобы подготовить сейчас в это времена Свои домашние работы И уже начать переговоры с глобальными инвесторами Которые могли бы приехать и инвестировать здесь Здесь успел А насколько сейчас самое ли удачное время для такой вот домашней работы Когда мы видим, что весь мир переживает достаточно такой экономический спад И все думают о том, скорее о выживании, чем строят какие-то планы развития Да, очень хороший вопрос Ну да, времена как бы не самые приятные Потому что поехать никуда нельзя И если мы говорим про бизнес Тогда вот контакт, который есть с потенциальными партнерами Очень важен здесь Но сейчас как бы самое лучшее время Чтобы нам сделать свою домашнюю работу И после уже этих перемен Которые сейчас глобально происходят Чтобы мы были более готовны к новым проектам С той стороны я бы говорил, что сейчас как бы самый хороший момент Ну то есть как раз таки в ожидании того, когда весь мир очнется И вернется к нормальной жизни В общем-то Рижский порт будет уже готов Вы сами это назвали А домашней работой Выполнит какую-то определенную домашнюю работу Будет готов к приему гостей И к приему тогда инвестиций получается Да, я правильно понимаю? Ну не то, что будет готов к приему Да, мы будем работать, чтобы уже через год или полтора Или две года уже начать делать что-то Ну вы упомянули касаемо территории Спилово Опять же, если я правильно понял Как раз таки видение Ну такая вот визия того, что там может быть Это индустриальный парк Предприятие легкой промышленности и так далее Например, мы просто сейчас как бы делаем экономические сценарии Сценарии, ну как бы анализируем Ну какая, ну озера Офера, отрасль Да, ну какая из отраслей там было бы коммерциально выгоднее Потому что потенциал там, потенциал, ну Рига и потенциал Спилова Очень огромный, да Там у нас есть Ну как бы высшие, 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 высшие Университеты, да И институты Которые могли бы работать совместно с предприятиями И делать там тоже, как бы промышленность очень большой Да, добавленной стоимостью Извините, что мучаем вас Что касается остальной территории порта Как Рижский свободный порт переживает кризис? Наверняка же работа продолжается Хочется надеяться Да, работа продолжается Работа продолжается по другим территориям Или по другому порту Ну там тоже есть некоторые инициативы Работы, над которыми мы работаем Ну там, например, очень-очень интересное место И очень, как бы, спортовский С взглядов спорта Ну очень много, как бы, наших ресурсов Мы инвестируем в Пундзинсел Да, всем, ну, территорией Которая связана с Пундзинсел Да, потому что там у нас Там у нас, ну, как бы, потенциал Привлечения даже инвестиций И привлечения новых терминалов Которые мы могли бы работать Работать над контейнером Перегрузкой контейнером И тоже работать надо, как бы, не только перегрузкой Но и уже промышленностью С некоторой добавленной стоимостью Да, потому что главная визия Ну нам тоже быть мультимодальным центром Где не только перегрузывает груза Но и добавляет некоторую стоимость Тем грузам, которые идут через Ригу Скажите, а почему именно Спиловы Вот этот район Чем был интересен, чтобы его развивать дальше? Спиловы один из вариантов Опять, Спиловы один из вариантов Много думаем о Кундзинсел О Кундзинсел и так далее Что интересно с Спиловы Сейчас там, как говорится, ну, плява Ну, как это плява? Лук, я понимаю Лук, ну да, лук устрашиваете Пустырь по большому счету Да, ну, как бы пустое место Между аэропортом Между портом, да И даже около, не около, а блаку С маленьким аэропортом Да, вообще не как бы потенциальное место Да Если нам еще удалось привлечь рейл-болты Да, рейс рейл-болты Ну, когда это потенциал Спиловы Ну, как бы Международный, конкурентоспособный Ну, там Не сравниваем с кем Получается, что здесь можно перевозить грузы И морем, и воздухом И каким-то образом комбинировать То есть Перегружать, да С одного вида транспорта на другой Да, там появляются другие Как бы Ну, потенциал Потенциал других видов перевозки Да Как бы Воздух, вода Да, рейсы Да Ну И И И И по дорогам Да, то есть Получается такой прямо конгломерат Который Ну Может соединить в один узел Разные направления Грузопотоков То есть Так выглядит очень интересно Перспективно Ну да Потому и называется Мултимодальность Да Все виды И транспорта И потенциально Совместить Да Ну, как бы Не совсем там Но спил Но поблизости Поблизости Хорошо Идея спил Идея спил Потому что там Очень большая территория Идея спил Спил Более Индустриальный парк Ну Где была бы Промышленность Тоже Не только Перегрузка Промышленность Которая очень Очень близко К Воздуху К рельсам А что значит Вот индустриальный парк Может быть Поясните Для наших Слушателей Индустриальный парк Индустриальный парк Индустриальный парк Ну Как бы Территория Где В одном Месте Концентрируется Промышленность Может Концентрироваться И Даже Как бы Как бы Наука Да И Как бы Как бы Территория Чтобы Развивать Промышленности В одном Месте Да То есть Близость Близость Порта И Аэропорта И опять-таки Железных дорог Это Все Все Повышает Как бы Вот стоимость Стоимость Привлекательность Этого проекта Да Мы здесь Конкурируем Ну Глобально Да И Все эти Ну Как бы Узлы Или Подключение Подключение Транспортной Инфраструктуре Ну Повышает Комблина Способность Риги И Спилов Потенциально Да Хорошо Огромное спасибо Господин Зепс Председатель Правления Рижского Свободного Порта Был в нашем Эфире И Рассказал О планах На развитие Территории Спиловы А это 450 гектаров Территории Которые На данный момент Не используются Практически Никак А также О развитии Кунзинсал И приятно Послушать На самом деле Что Без малого Городообразующее Предприятие Даже в условиях Экономического Спада И общего Кризиса На фоне Пандемии Тем не менее Работает И развивается И думает О будущем И старается Привлечь Инвесторов Международных И задумывается О таких Важных В современном Мире Вещах Как добавленная Стоимость Ну и вот Мы видим Что сочетание Такое Действительно И порта И аэропорта И близость Железнодорожных Перевозок Все это Ну Может стать Каким-то таким Очень интересным Решением Позволяющим Позволяющим Привлечь Внимание Инвесторов Так что Будем Следить За развитием Этих Наполеоновских Планов А иначе Не получится Речь же идет О городе В котором Мы живем И мимо порта Ездим Ходим Каким-то образом Перемещаемся Практически Каждый день Тут Порт Какую территорию Занимает По-моему Четвертую По площади От всего От всей Риги Ну и Скажем так Очень много Рижан Я знаю Их жизнь Была связана Как раз таки С работой В порту Они Ну Я Насколько Общался Знаю что Переживали Очень за Судьбу Перевозок И конечно Сокращение Вот этих Грузоперевозок Через порт Ну Волновало Многих Потому что Это действительно Источник Прибыли Для города Источник Денег И рабочие места И в принципе Вот Если это все Как-то сейчас Получит новый толчок Новый импульс Новые какие-то Интересные Проекты Все это может Помочь Городу Я думаю Что мы все На себе ощутим Ну и его жителям Потому что Открытие Ну если на территории Появляется какой-то Инвестор Который вкладывает В нее деньги В строительство Того же самого Индустриального Парка Или открывает Там Предприятие Любые Легкой Легенькой Промышленности Хоть металлообработка Хоть все Что угодно Это дополнительные Рабочие места Кроме всего Прочего Можно только Порадоваться Этим планом Держать кулаки Желать Удачи Способствовать Что ли Реализации Этих планов Впереди у нас Новости После чего В следующем часе Мы поговорим О том Каким будет мир После пандемии Мир бизнеса Насколько Эти вызовы По которые бросает Нам коронавирус Заставляют Скажем так Торговцев Предпринимателей Бизнесменов Искать какие-то Новые выходы Новые решения Об этом Мы поговорим Ну и Конечно о культуре О том что мы Наши вот Подпостановки Наши идеи Латвийские Они находят Какой-то резонанс И у наших соседей Ну вот об этом Мы культурно Захватываем Сопредельные территории Но об этом Вот интрига Интрига Буквально После 9.30 Утро на Болткоме